Спаслись чудом в дом семьи Разумовых в посёлке Бердянское Донецкой области. Ещё в феврале прошлого года попал снаряд. За несколько мгновений до этого родители с дочерью-инвалидом покинули дом. Кто спас семью от гибели? Невероятную историю расскажет Татьяна Блинова. Посёлок Бердянское всего в километре от Широкина. От многочисленных обстрелов тут пострадали десятки домов. Людмила показывает фото своего разрушенного дома. В ванную комнату попало и всё разбилось. В общем, ничего из техники нет, кровати нет. Это то, что снаряды попали в дом. Бердянское расположено на берегу моря. Муж Людмилы – рыбак. На этой лодке зарабатывал на жизнь. Семья потеряла всё имущество. От гаража осталась лишь груда камней. Когда женщина увидела осколки снарядов на своей кровати, сердце не выдержало. Меня отнесли, потому что я потеряла сознание от всего того, что здесь вообще произошло. Видеть, когда у тебя всё горит, и ты сделать ничего не можешь. Знаете, как? Ну, просто очень страшно. Спасло разумовых чудо. За пять минут до трагедии их собака стала отчаянно скулить и кидаться на двери. Пыталась открыть или спрятаться пыталась, или спасти нас. Мы так, скорее всего, спасти, потому что мы сразу взяли документы, вышли и ушли. Хорошо, что мы ушли, потому что там, где мы были, нас бы не было в живых. Людмила вспоминает, маленькая спасительница прибилась к ним за несколько дней до начала мощных обстрелов. Жила в гараже, в дом заходила редко. Но именно в тот день животное почувствовало беду. Белка. Мы её вызвали Белкой. Но она пришла. Это, наверное, скорее всего, Широкина, потому что она была хрупенькая. С тех пор Белка не отходит от 12-летней Даши. Белка, 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 Белка. Сейчас семью приютила мать Людмила. Её жильё, к счастью, уцелело. Но больше всего Даша тоскует парадным стенам. Лучше дома. Потому что дом, это есть дом. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Из-за неправильного диагноза лечения много лет не давала результатов. Но мать не сдалась. После нескольких операций ребёнок потихоньку встал на ноги. Впереди, по прогнозам врачей, ещё пять операций. Больно, потому что ножки болят, и я потом и сажусь. Людмила с мужем сейчас не работают. В Бердянском некуда устроиться. Мобильные волонтёры гуманитарного штаба Рината Ахметова впервые привезли жителям посёлка продуктовые наборы. Саш, приготовь два подпитника. Разумовы очень благодарны за помощь. Это Даша, она с любит кашу, с жареным луком. Псюничная каша. А папа с сахаром наш любит. Спасибо большое Ринату Ахметову за помощь, которую он оказывает. Я думаю, что многие люди благодарны. Мобильные волонтёры штаба Рината Ахметова доставили помощь жителям более трёхсот городов и посёлков по обе стороны линии соприкосновения. Там, как и в Бердянском, люди мечтают об одном – чтобы в их дома вернулся мир. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырёв. События. Канал Украина.